Музей инноваций и роботов Для вас 11 зон виртуальной реальности Тесла Шоу, радиоуправляемая техника Мы ждем вас 27 по 30 мая Возле ЦУМа, новое здание Перекресток Карла Маркса и Комунны Мы работаем с 10 до 20.00 А в воскресенье с 10 до 17.00 Внимание, категория 0+. В магазине Купипол Новая акция Настоящий немецкий ламинат Эггер Со скидкой 30% Я-я, Зергут Купипол это широкий выбор качественных напольных покрытий От производителей Это квалифицированная консультация специалистов Помощь в выборе и советы по уходу Доставка Можно заказать профессиональную укладку Магазин напольных покрытий Купипол Улица Гагарина, 3, торговый центр, башня Мы здоровья всем желаем Воду на дом доставляем Только с чистой водой Будешь долго молодой Срочно нужна живая вода Звони 41282 Самые последние новинки Солнцезащитных очков С высокой степенью защиты от ультрафиолета Ваши глаза будут надежно защищены Приходите и выбирайте Магазин оптика Улица Голованова, 83 Оптика для всей семьи Улица Ленина, 71 Внимание, впервые в Кунгуре Музей инноваций и роботов Для вас 11 зон виртуальной реальности Тесла-шоу Радиоуправляемая техника Мы ждем вас 27 по 30 мая Возле ЦУМа Новое здание Перекресток Карла Маркса и Комуны Мы работаем с 10 до 20.00 А в воскресенье с 10 до 17.00 Внимание, категория 0+. В рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды В городе Кунгуре в 2022 году Планируется благоустроить Общественную территорию Жителям Кунгурского муниципального округа Предстоит выбрать объект Один из них Обустройство сквера В микрорайоне Черемушки Во дворе домов По улице Свобода, 61Б И Голованова, 50 По проекту здесь может быть Обустроена зона отдыха Лавочки, небольшой фонтан И освещение Проголосовать за этот проект Вы можете на сайте 59.городсреда.ру С 26 апреля по 30 мая Города меняются для нас Не поджигай траву Огонь может перекинуться на деревья Туши костры Убирай мусор Пожар легче не допустить Чем тушить При обнаружении пожара Звони 8 800 100 Ровно 94 00 В Кунгуре в 14 раз прошло Награждение лучших учеников школ Стипендия, учрежденная Андреем Подосеновым В 2006 году Как признание ума Талантов и трудолюбия Детей, которые добиваются высот В образовании И отстаивают честь города На олимпиадах Даже международного уровня Из года в год В конце мая Вручается лично человеком Начавшим эту традицию И представителями администрации Сегодня в этом зале Собрались самые умные Самые талантливые Детишки города Кунгур Это учащиеся 9-11 классов Они своим трудом Своими знаниями Я посмотрел Там у некоторых Есть даже больше 2000 баллов А участие В какой-то олимпиаде Всего 10 Если отличник Всего 50 Это сколько Надо быть Разносторонним Чтобы участвовать В тех или других Конкурсах Или олимпиадах Дарья Овчинникова 11-классница Из лицея Номер 1 Девушка вошла В тройку лучших Учеников города Став второй По набранным баллам Их у нее 2150 Лидеру девушка Уступило всего 175 баллов Тогда как Отрыв от третьего места Составил 1300 Это очень огромный труд Потому что Помимо учебы Я стараюсь Еще участвовать В олимпиадах А олимпиады К ним нужна Особая подготовка Я должна знать Гораздо больше Чем нам дают В школе По совершенно разным Предметам И в гуманитарной Области И в математической И в научно-естественной Но конечно Самый большой успех Мне приносили Олимпиады И научно-естественного Цикла Помимо участия В олимпиадах Дарья пишет Научные работы Которые становятся Лучшими На всероссийских Конкурсах Своё будущее Девушка свяжет С биологией И генетикой Она планирует Стать ученым Такая тяга К образованию Действительно Дорогие дети Это ваш труд Это ваша Цель и устремлённость Это ваша Наверное И правильно Будет сказано Что какая-то Частливая зарплата Это такие деньги Которые вы честно Заработали Своими Олимпиадами Участие в олимпиадах В соревнованиях Ну и конечно Работая весь год Вы вырабатываете Себе характер Одна из номинаций Лидер школы Среди награждённых Особо выделяется Мария Орлова Ученица 17-й школы За стипендии Грамотой Девушка выходит Бодрым строевым шагом Действительно Лицо Кунгурских кадетов Когда на тебя Взвешивают Какие-либо Конкурсы На которые ты Как бы Ну мне становится Страшно перед ними Но потом Со временем Я уже привыкла И для меня Каждый конкурс Это Конечно к нему Требуется подготовка Но для меня Это становится легко Для меня Военная форма Значит очень многое И я хочу Продолжить Защиту Родины Я хочу Продолжить Служить Родине И чтобы Моя семья Мною гордилась Есть среди ребят Победители Международных Конкурсов И олимпиад Водопьянова Ульяна Одна из них Эта серьезная девушка Планирует связать жизнь С юриспруденцией Естественно Учится Только на пять Как ей удалось Войти в число стипендиатов Делится с нами Это было достаточно сложно Могу привести Один пример Я участвовала В международной Лунайн Олимпиаде По русскому языку И два раза Заняла первое место И одно второе Для ребят Стипендия Учрежденная Андреем Подосеновым Это отличная Мотивация Для дальнейшей работы Такая поддержка И с финансовой точки зрения И признание С моральной Добавляет стремление К новым высотам И помогает понять Что их трудолюбие И ум Ценятся уже сейчас Конечно Это стимул Большой Потому что Для нас Важны такие Поддержки Олимпиады Требуют Большого количества Усилий Большого количества Времени Не всегда Есть время На себя Например Хочется Чтобы был стимул Была поддержка И моральная И денежная Сегодня автодром Автошколы ДСААФ Превратился В настоящую Полосу препятствий Для будущих Защитников Нашей Родины Весенний день Призывника В этом году Стал для Кунгурских Школьников И студентов Отличной проверкой Перед службой В рядах Вооруженных сил Суровости Испытанием Добавило И пасмурное утро Однако Несмотря на Неблагоприятные Погодные условия Юные Кунгуряки Настроены Серьезно Сейчас Сейчас Вооруженные силы Нуждаются Подготовленных Крепких Физически Уверенных В себе Хорошо Образованных Молодых Людях И сегодняшний День Призывника Это один Из элементов Подготовки Вас К военной Службе Надеюсь Что Соревнования Которые Пройдут Сегодня Принесут Вам пользу И будут Хорошим Вкладом В дело Подготовки Призывов Призывник Звучит гордо Быть защитником Своей Родины Значит взять На себя Огромную Ответственность Из года в год Будущие солдаты Пунгура доказывают Они достойны Этого почетного Звания Основная цель Которую мы Перед собой Ставим Это проверить Все навыки Военной Патриотической Подготовки Это и физическая И военная И все что связано Чему вас учат В образовательных Организациях Школах Сузах Некоторые из ребят В составе команд Сегодня почувствовали Малую часть того Что ожидает И в ближайшем будущем На срочной службе Соревнования проходят По 10 этапами Включают в себя Стрельбу из пневматического Автомата Сборку-разборку Оружия Строевую подготовку И многое другое Физические нагрузки На свежем воздухе И быстрый темп Прохождения испытаний Изрядно изматывает А с другой стороны Дает понять Служба в армии Дело серьезное По итогам соревнований Наилучший результат Показала команда Кировец Из 13-й школы Ребята выполнили Все нормативы Как настоящие бойцы Немного от школьников Отстала сборная Агропроф Кунгурского Сельскохозяйственного Колледжа Она завоевала Второе место Бронзовыми призерами Стальюн Рос Из Кунгурского Центра образования Номер один В рамках программы Формирования Комфортной городской среды С 2019 года Ведется благоустройство Общественной территории У Иргачинского Центра досуга В первый год Была отремонтирована Территория Перед сельским клубом В 2020 Сделали детскую И спортивную площадки Но на этом Работы не закончились В этом году У нас третий этап В 2021 году Это летняя сцена С местами для зрителей Дорожками Освещением Ранее изначально Мы здесь уже проводили мероприятия И как бы так традиционно сложилось Что вот Импровизированная сцена Была ближе к клубу А зрительные места Были там Создать место Для культурного отдыха Вызвалась Кунгурская строительная фирма Зимой ООО Трейдстройсервис Выиграла аукцион По благоустройству Трех общественных территорий Кунгурского округа Силами рабочих Площадки И летней сцены Рядом с местными Центрами досуга Появятся в Ергаче Ленске И Шадейке К работам подрядчик Приступил с первым теплом На данный момент Мы вот Начали Получается Подготовили площадку Поставили уже Поребрики Готовим ее Под асфальтирование Ну Планируем В течение Наверное Двух недель С благоустройством Именно земляными работами Уже закончить То есть положить асфальт И начать Монтирование Уже Сценического комплекса Как вы сегодня увидели Мы уже его сегодня Привезли Помощь довольно большая Думаю что Получится довольно симпатично Срок сдачи объекта Назначен контрактом На 1 сентября этого года Подрядчик заверил Проводить мероприятие На открытом воздухе Можно будет уже в июле Говорит Лето на Урале короткое А так хочется Чтобы люди Еще успели Воспользоваться Плодами их труда Обустройство Зоны отдыха И досуга Было оценено В 1 миллион 700 тысяч Наше управление И наше тело В частности Занимается Программами Развития В том числе Программой Формирования Комфортной Городской среды Эта программа У нас работает Уже с 2018 Года В основном Обустраиваются Несколько территорий Вокруг центров Досуга В этом году В Ленске Тоже будет Сцена такая же Как в Ергаче И будет асфальтирована Площадка перед сценой И в Шадейке Конечно В Шадейке будет Немного другая сцена Пока в Ергаче Только начинают Обустройство Новой зоны В соседней деревне У Казаевского Национального Дома культуры Уже появилась Детская площадка Местные жители Собрали необходимое Средство Это около 20 тысяч рублей И заявились В программу Инициативного Бюджетирования Казаевцы Написали проект И получили От края поддержку В виде 90% От стоимости Самого объекта Это 175 тысяч рублей Дети каждый день Собирались У клуба Нам нужна была площадка Чтобы они где-то отдыхали И были у нас Старые качели Были турник Вот там они Висели И качались И появилась идея Чтобы обновить Эту площадку Сразу откликнулись У нас собрание Было первоначальное Как бы сразу говорили Что если жители Не откликнутся Мы по тысяче рублей Скинемся Так-то все откликнулись Я поэтому хочу Поблагодарить Жителей Деревни Поблагодарить Инициативную группу Кто собирал Деньги Кто ходил по домам Поблагодарить Отдельно Артура Фатхудинова Который помог С транспортом С трактором Песок подвезти Планировку провести На просторной поляне Перед Домом культуры Не хватает Еще спортивной площадки Для подростков Говорят казаевцы Инициативная группа Увидев как эффективно Можно самим Создавать комфортные Условия Решила вновь Воспользоваться Поддержкой края На будущий год В планах Еще один проект Инициативного бюджетирования Гостей в Жилино Встречают неспроста Сегодня в нашей стране Отмечается Общероссийский день Библиотек По этому случаю В местном книгохранилище Проводят настоящий праздник Юные И взрослые читатели Собрались в зале Чтобы поздравить Работников библиотек Проводников В литературный мир Я от всей души Поздравляю С вам И вам же Огромное Огромное коллектив Библиотекарей Кунгурского Муниципального округа С профессиональным праздником Конечно Пусть и наши библиотеки Пополняются Новыми фондами Пусть у нас будет Самое Самое-самое Современное Териодическое Издание Которое тоже Всегда Востребовано Нашими жителями Пожелание гостей Как по волшебству Исполнилось вмиг Компания Лукойл Традиционный партнер Нашей территории Передал Фонд Жилинской библиотеки Несколько десятков Новых Современных книг Ежегодно Компания Лукойл Совместно с Одноименным Боготурительным фондом Проводит Боготурительные акции Затрагивающие Разные сферы жизни Уроченные К Общероссийскому Дню Библиотеку Мы дарим книги Ведь именно из книг Мы получаем знания Развиваем Свои творческие Способности Воображения И хочется пожелать И поздравить всех Сотрудников С праздником Пожелать им Крепкого здоровья Оптимизма Счастья Цель акции Лукойла Пополнить Материальную базу Сельских и школьных Библиотек Превратить их В центры культурной И общественной жизни Привлечь новых читателей Художественная литература Последних нескольких лет Детективы Романы Произведения Победителей Высоких премий Теперь все это Доступно Жителям села Просто такой Хороший подарок Нам Да Мне просто Это сюрприз Я Даже Не знаю Можно сказать Дарвичи потеряла От такого богатства Мы конечно Очень рады В первую очередь Я лично Очень рада Таким книгам Потому что В наш фонд Поступает очень мало Книг Библиотека маленькая Когда появляются Новые книги Я всегда делаю Выставку новых книг И об этом сообщаю Своим читателям И они с радостью Приходят И их выбирают Такой же комплект Художественной литературы Получили в дар От пермских нефтяников Сотрудники Филипповской библиотеки Имени Павленкова С профессиональным праздником Любителей книг Поздравили их Постоянные читатели Библиотека Библиотека в селе Филипповка Является настоящим Центром притяжения Приходят сюда И взрослые И дети Созданы кружки По интересам Вместе Любители книг Обсуждают новые сюжеты Прочитанные накануне Проводят интеллектуальные игры Особенно важно Проводить просветительскую работу С подрастающим поколением Действительно Получая новые знания Развивая себя как личность Развивая свой творческий потенциал Мы в первую очередь Должны бежать в библиотеку И брать в руки книгу Да, ребята Сейчас много у вас Смартфонов Компьютеров Гаджетов Но в первую очередь Все свои Все знания Развивая себя Вы должны получать в библиотеке Праздник в библиотеках округа Сегодня запомнился Позитивом и креативом Организаторы уверены Новые яркие подходы К библиотечному делу Вкупе с современными Произведениями Которые сегодня Были переданы Книгохранилищам Помогут сохранить Интерес к библиотекам В Кунгури С сегодняшнего дня И до воскресенья Открыт музей роботов Здесь вы можете Прикоснуться К технологическому прогрессу В отличие от всех музеев мира Экспонаты не огорожены Бронированным стеклом Сделано это для того Чтобы вы смогли Прикоснуться к будущему Которое уже наступило Заходишь в зал И глаза разбегаются Попробовать охота Все и сразу Неоном горят Вывески разных Игровых стендов По залу ходят Гигантские куклы Причем в современной тематике Как и положено Музею будущего Они зайчики И лисички У нас роботы Со всего мира То есть самые разные Есть подешевле Есть подороже Есть экспонаты По полтора миллиона рублей Гонки различные Есть радиоуправляемая техника И то есть возможность Прикоснуться ко всему И сразу За 250 рублей Особой популярностью Пользуется игровая зона Иксбокс Плейстейшн Виртуальная реальность Смотришь по сторонам И в какой-то момент Замечаешь Абсолютно взрослых людей Которые увлеклись Игрой наравне с детьми И неудивительно Устоять перед такими Экспонатами Задача не из легких Это Эдвард Промо-бот Между прочим Разработка Пермских ученых В его программу Заложены только Позитив и добро Он дарит его Детям и взрослым Всем, кто захочет Сюда прийти И пообщаться Привет Как ваше дело? У меня все хорошо Ты очень красивый робот Мне хорошо Когда и людям хорошо Охватить в одном сюжете Весь игровой И развлекательный потенциал Музея роботов Невозможно Как и передать Весь шквал Положительных эмоций Получаемых здесь Семь раз услышать Хорошо Один раз увидеть Замечательно Побывать тут вживую Бесценно Открыт музей С самого утра И до вечера Находится на пересечении Улиц Карла Маркса И коммуны Важно помнить Что при посещении Необходимы Медицинские перчатки И маска Внимание! Впервые в Кунгуре Музей инноваций и роботов Для вас 11 зон Виртуальной реальности Тесла Шоу Радиоуправляемая техника Мы ждем вас 27 по 30 мая Возле ЦУМа Новое здание Перекресток Карла Маркса И коммуны Мы работаем с 10 до 20.00 А в воскресенье С 10 до 17.00 Внимание! Категория 0+. Вы ждали И вот мы открылись Магазин одежды и обуви Мегапланета Дарит скидку На весь ассортимент 20% Различные модели Одежды и обуви Для детей, подростков Мужчин и женщин Разнообразный домашний текстиль Товары для дома Детские игрушки И многое другое У нас действительно Большой ассортимент Магазин Мегапланета Город Кунгур Просвещение 1Б Второй этаж В здании магазина Знаменитая продукция Напрямую с завода В Кунгуре Открылся отдел Лысвинские эмали Это качественная Чугунная Яркая эмалированная И блестящая Нержавеющая посуда А также знаменитые Напольные плиты И встраиваемая техника Главное преимущество Это цены И гарантия качества Отдел Лысвинских товаров В торговом центре Центр Город Кунгур Карла Маркса 14А Компания Профкомплект Центр Предлагает Сайдинг Металлосайдинг Виниловый сайдинг Поликарбонат Профнастил Металлочерепицу И андулин По лучшей цене Условия и стоимость доставки Обговариваются индивидуально Компания Профкомплект Центр Кунгур Улица Свободы 147 Телефон 8-950-441-78-94 Внимание! Впервые в Кунгуре Музей инноваций и роботов Для вас 11 зон виртуальной реальности Тесла-шоу Радиоуправляемая техника Мы ждем вас 27 по 30 мая Возле ЦУМа Новое здание Перекресток Карла Маркса И Комуны Мы работаем с 10 до 20.00 А в воскресенье С 10 до 17.00 Внимание! Категория 0+. 28 мая В Кунгуре облачно Температура воздуха Ночью плюс 7 Днем плюс 22 Атмосферное давление 752 мм ртутного столба Ветер юго-восточный 2 метра в секунду В рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды В городе Кунгуре В 2022 году Планируется благоустроить Общественную территорию Жителям Кунгурского муниципального округа Предстоит выбрать Один из двух проектов Один из них Об устройство Сквера семьи Любви и верности На территории Возле храма Успения Божьей Матери На улице Ленина Здесь появится Сквер Элементы благоустройства Лавочки Освещение И арт-объект Проголосовать за этот проект Вы можете на сайте 59.городсреда.ру С 26 апреля По 30 мая Города Меняются для нас С 26 апреля Честный человек Это кто Вот например Разбил кружку А И он Признался Это Честный человек Честный человек Это тот Кто Никогда Не обманывает Если Человек Будет Говорить Не правда То в следующий раз В тяжелую минуту Человек Может не поверить Ну Честный человек Это который Не врет Не нарушает закон Это такой человек Кто не обманывает людей Это тот Кто Все время Делает добрые дела Делится с кем-то Честный человек Тот Кто не воруется Честными Должны быть Абсолютно все люди Честными Должны быть Все Я думаю Каждый из нас Вообще Во всех профессиях Честность важна Ну Честным человеком Должны быть Все люди Ну В первую очередь Те кто Работают Во власти Взятка Это когда ты взял И должен Потом это вернуть Если ты Не вернешь То это плохо Если возвращаешь То это нормально Взятка Это когда ты Например Когда ты Например Не хочешь Делать контрольную Приходишь к учителю И говоришь Учитель Держите конфетку А сам не пишет А учитель говорит Наверное Вкусная конфетка Но так же Неправильно Нужно все равно Учиться Взятка Это деньги Или какие-нибудь Другие ценности Которые Один человек Дает другому Для того Чтобы тот Выполнил Какую-то его просьбу Или Сделал какое-нибудь Дело Это когда Предлагаются Как подарок Только для Каких-то целей Определенных Ну Наверное Это что-то Незаконное Взятка Это какое-то Вознаграждение За Услугу Часто Противоречащее Закону Допустим Человек Может Стоять В последней Очереди А взяточник Взяточник Продает Первое место Человеку Что за деньги Это когда Один человек Дает другому Деньги Чтоб Тот Совершил Какие-то Дела Взятка Это Вот какой-нибудь Человек Идет И сделала Что-нибудь Плохое А другой Человек Подходит И говорит Ты что Наделал А он Говорит Дай мне денег Я все Закону Ну Допустим Человек Что-то Хочет Но просто Так Это Ну Просто Так Ему Это Не дадут Или Не сделают Ему И он Нелегально Отдает Подарок Чтобы Ему Это Чтобы ему Это сделали И дали Любые Дорогие вещи Золотые Вещи Или вообще Даже Автомобиль Например Ну Деньги Могут Дать Могут Ну Вообще Любую Вещь Могут Дать Какую-нибудь Еду Могут Дать Одежду Дать Могут Я считаю Что это Очень плохо И даже Идет Против Закона Наверное Это Плохо Плохо Потому что Это Нечестно И Уголовно Наказуемо Конечно же Брать или Давать взятку Это плохо Потому что Это Несправедливо И нечестно По отношению К другим людям А потому что Взятка Это Плохая Привычка Я бы не стала Давать или брать взятку Нет 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 Я бы точно Не взял Потому что Я не хочу Как-то нарушать Закон И делать Какие-то Нехорошие Дела Потому что Это Во-первых Незаконно Во-вторых Несправедливо За это Будут Судить А потом Садить В тюрьму Могут Алло Я за рулем Но если Недолго Говори Убаления нет Зажимаем Убаления Сегодня не получится У меня сегодня вечер Очень важный Ха-ха-ха Вы все Недолго Витя быстрее Я Маше Предложение Буду делать Ну серьезно Серьезно Созрел Да Ну куда мы Так торопимся Езжай Ну где ты Блин Возьми трубку Уже Ё-моё Возьми трубку Недолго Режим Выж기도 Собель Интерн Все Собель